друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник готовимся к новой торговой неделе эта неделя будет интересная потому что будет насыщенная на статистические данные огромное количество данных будет выходить и давайте приступим американский доллар пока болтается в районе локального минимума хочу отметить то что дивергенция продолжается между количеством сделок на покупку и объемом сделок на продажу мы видим что расхождение достаточно существенное последнее время чуть-чуть они начали двигаться в одном направлении но в целом дивергенция сохраняется напомню что чаще всего образование дивергенция это признак того что на рынке дисбаланс то есть кто-то много покупает кто-то много продает и когда будет яркая новость да это именно подготовка к новости сейчас то будет импульсное движение и она будет трендовым некоторое время за счет того что кого-то засадили и этот кто-то будет выходить из позиции со своими с убытками и таким образом помогать двигать цену что я имею ввиду к примеру если здесь много продали большой объем шорт позиции цена делает импульс вверх потому что новость прекрасная тут среду будет фрс не знаю возможно они повысят ставку на 50 базисных пунктов а не на 25 как ожидает рынок новость это будет супер для американского доллара соответственно импульс вверх и те кто сидят шортах они будут закрывать свои шорт позиции а закрытие шорт позиции это маркет покупка и таким образом они будут дальше двигать цену вверх либо они будут лимитно закрывать лимит бай но таким образом они будут создавать лимитную поддержку для цены и соответственно она снова же с меньшей вероятностью будет падать поэтому вот эта первая реакция она будет как раз самое интересное за счет того что будут выходить слабые участники те которые выбрали не ту сторону и вот как только они выйдут цена сразу немного скорректируется плюс-минус к этой области и для нас вот интересно будет в этой точке заходить на продолжение тенденции если новость действительно будет важной европейская валюта вблизи своего максимума открытый интерес остается стабильным давайте проанализируем соточеты мы видим что фонды по-прежнему накапливают ланговую позицию 7000 контрактов лангов еще добрали какой существенный перекос у них суммарно в позициях до 200 663 тысячи против грубо говоря 100 тысяч контрактов в short и фонды в том числе тоже накапливали позицию чуть больше short позиция неподотчетные также не отдыхают евро сейчас самый жаркий самый горячий актив потому что все внимание на него здесь огромное количество ликвидности объема на этой неделе фрс принимает решение по поводу процентной ставки и европейский центральный банк в том числе рынок закладывает вероятность того что фрс поднимает на 25 базисных пунктов а и cb на 50 базисных пунктов таким образом дифференциал ставок между ними сокращается и это позитив для европейской валюты и вот дальше после этих принятий решений и на конференциях на пресс-конференциях будет решаться судьба пойдет евро дальше вверх либо все-таки нет учитывая то что фонды ставят на продолжение роста европейской валюты я считаю что и cb ну что скорее всего на пресс-конференции ведь cb объявит что возможно мы и следующий раз поднимем на 50 базисных пунктов а фрс наоборот типа мы будем дальше понимать на 25 таким образом для европейской валюты это будет создавать хороший фундаментальный фон для того чтобы двигаться дальше вверх поэтому ждем заседания пока среднесрочных позиций никаких рассчитывать не стоит ну разве что на удачу либо у вас есть информация швейцарский франк болтается плюс-минус в районе своего локального максимума то же самое что евро пока евро со швейцарцем еще не сошлись швейцарец еще не догоняет европейскую валюту в плане роста если мы посмотрим на сот отчеты по швейцарскому франку здесь ничего интересного не происходит австралийский доллар находится пока выше своего локального максимума мы видим что продажи существенные видим что открытый интерес растет в последнее время то есть в момент обновления локального максимума открытый интерес вырос это признак того что приходят быки на этот рынок то что много продают а цена не падает это лимитная поддержки мы эту лимитную поддержку в прошлый раз выделили то есть это место где много продавали а цену не опустили и соответственно пока цена находится выше этой отметки позитив для рынка есть Учитывая еще и то, что по сотоотчетам у нас фонды чуть-чуть накопили лонг, а в основном хеджеры накапливали лонг позицию То когда две стороны в одном направлении начинают накапливать позицию, это создает дефицит австралийского доллара И таким образом это приводит к тому, что цена будет расти с большей вероятностью Посмотрим, как будут развиваться события В последнее время мы видим, что сотоотчеты не блещут тем, что фонды стараются набирать свою позицию В основном фонды являются движущейся силой, которая поддерживает тенденцию А хеджеры как раз разворотной силой, которая разворачивает тенденции, останавливает и потом разворачивает Поэтому по австралийскому доллару слабость отменяется, которую мы наблюдали ранее Где как раз лимитные продавцы выступали с сопротивлением, сейчас их удовлетворили Они ушли с рынка и на текущий момент в рынке остались быки Пока цена находится выше этой области, я рассматриваю для себя лонг При закреплении цены ниже этой области, это будет означать, что у быков все-таки денег не хватило И лимитные сопротивления они удовлетворили, а дальше двигать цену не за что То тогда с большей вероятностью мы увидим как раз коррекционную структуру к этому движению То есть пока находимся выше, окей, торгуем вверх Но в случае пробоя, закрепления цены ниже этой области, я буду рассматривать шорт по этому инструменту Новозеландец аналогичная ситуация, мы видим, что больше начали продавать, цена пока не падает Открытый интерес особо не поменялся, если взять данные с пятницы Если мы посмотрим на сот отчеты, здесь тоже ничего интересного не происходит Фонды чуть-чуть подобрали шорт позицию, 2700 контрактов, но она не очень существенная В целом это не тот объем, который может развернуть рынок Больше двигает арбитраж цену новозеландца, нежели фонды Но в целом их суммарная позиция начала скатываться по чуть-чуть И давайте в целом и посмотрим еще на сот индекс О, еще не сошелся в нейтральную область Ну, в ближайшую, я думаю, в следующую неделю катай и сойдется И тогда уже будем принимать решение по поводу еще и сот индекса Окей, дальше у нас канадский доллар Вот по канадцу интересная ситуация, так как все открываются Все открываются На прошлой неделе Банк Канады принял решение по поводу процентной ставки Они подняли на 25 базисных пунктов 25 вроде же И сейчас мы видим, что все спешат поставить, сделать свой прогноз Что же будет дальше с канадским долларом С учетом того, что цены на нефть чуть-чуть подрастают С учетом того, что ставку поднимают Ужесточение монетарной политики идет И в целом инфляция по чуть-чуть уходит Вот мы видим, что сопротивление вблизи уровня объема За сентябрь 2019, 2018, 2020 годов Вот эти все уровни объема, они выступают сопротивлением для цены Здесь открытый интерес ярко не растет Но в целом увеличение плавненькое есть То есть за последнее время открытый интерес вырос с отметки 127 тысяч контрактов 128 до отметки 134 тысячи контрактов Не супер-пупер, но в целом то, что на росте цены открытый интерес прирастает И здесь мы не видим крупных продаж А в основном идут покупки То это признак того, что есть все шансы на пробой этой тенденции Если еще цены на нефть сделают движение вверх То по канадцу вот можно будет и выбрать этот спред Новозеландец, например, шорт канадец лонг Либо австралиец шорт, а канадец лонг Потому что пока что он чувствует себя очень даже хорошо Учитывая то, что он сильно отстал от своих сверстников Австралиец и новозеландец вблизи максимумов Либо на своих хаях А канадец еще даже не подошел к хаям Поэтому этот спред будет достаточно актуальным Британский фунт По британцу остановка Все закрывают свои позиции И хеджеры чуть-чуть набрали шорт позицию На этой неделе банков Англии будет принимать решение По поводу процентной ставки И они планируют поднимать Рынок ожидает, что они будут поднимать на 50 базисных пунктов И учитывая то, что в Британии инфляцию так и не победили Учитывая то, что они много денег влили в рынок Когда был небольшой пенсионный коллапс То рынок воспримет эту новость С поднятием на 50 базисных пунктов положительно Если все-таки на пресс-конференции объявят Что и дальше будут повышать на 50 базисных пунктов Пока инфляцию не победят Потому что если у других инфляция уже пошла на спад То в Британии как-то нет, не пошла Поэтому я считаю, что то лонг-движение Которое удалось забрать Есть смысл фиксировать Дожидаться новости по поводу решения По поводу процентной ставки И дальше уже смотреть на новые вводные данные Пока что силы у британца пробивать свой максимум Пока я не вижу Возможно какие-то новые данные Типа ВВП, либо PMI выйдут И это двинет все-таки цену чуть вверх Но пока основной фокус на инфляцию И на ставку Японская иена По японской иене тоже особо ничего интересного не происходит Все закрывают свои позиции Только неподотчетные чуть залезли в шорт позицию И мы видим, что японская иена стала уже неинтересна То есть уже ярких восходящих вот таких импульсов нет Боковое движение продолжается Опять же ждут решения по поводу процентной ставки ФРС Если ФРС поднимает, то доходность облигаций чуть-чуть подрастает Стоимость чуть корректируется Но учитывая то, что спрос на облигации достаточно существенный Я думаю, особого влияния ставки не будет Так как это уже заложено в цену Будут двигать цену и на облигации, и на японскую иену В основном ожидания по поводу дальнейших шагов монетарной политики Поэтому японская иена пока без идей И спред между британцем и японцем Японская иена скорее всего уже не разойдется до нужных мне значений Криптовалюта выросла За последние недели мы видим бурный рост В основном на ликвидациях шорт позиций И те деривативы, которые торгуются на топовых биржах Они вроде как на цену не влияют Потому что это деривативы Но вы должны понимать, что провайдеры этой ликвидности Деривативной ликвидности Они в любом случае хеджируют себя на спотовом рынке Поэтому косвенные влияния все-таки присутствуют И ликвидации на фьючерсных позициях Ликвидации фьючерсных позиций шортовых Они приводят к тому, что на рынке много покупают Ну и соответственно Когда розничные инвесторы много покупают Их удовлетворяют спрос Продавцы этой ликвидности То они соответственно по чуть-чуть начинают продавать И на спотовом рынке Для того, чтобы захеджировать свою позицию Нет Вот здесь я все-таки промазал Когда много покупают Эти продают Если цена будет двигаться вверх Точно да Если цена будет двигаться вверх То те, кто покупают Розничные инвесторы заработают А те, кто предоставляют ликвидность Потеряют Соответственно они страхуют себя покупкой на рынке Вот Они предоставляют шортовую ликвидность Становятся в шорт на деривативах И в лонг на спот рынке А учитывая то, что покупка спота Это как раз влияние на цену То в данном случае у нас и происходит Движение цены вверх Пока что, пока аппетит к риску существенный Пока инфляция снижается Рынок труда достаточно силен в США Пока не вышли все-таки все данные по М2 Здесь в принципе для крипты Пока есть шансы двинуться еще чуть дальше Но как только у нас появится Шорт приоритет по сот индексу Я буду рассматривать среднесрочную шорт позицию Учитывая то, что еще не все выровнялось Не все банкротства прошли гладко И не все решения SEC по поводу регуляции Рынка криптовалют были озвучены Поэтому пока банкет продолжается И как я говорил в предыдущих выпусках Есть все шансы на то, что импульсное движение Затащит вплоть до 25-26 тысяч С целью как раз обновить предыдущие максимумы Собрать последнюю шортовую ликвидность Эфириум в целом та же самая история Чуть слабее он себя чувствует Но я думаю, что вместе с ростом биткоина Эфириум тоже поиграет в догонялки Этот спред тоже можно использовать Биткоин шорт, эфириум лонг С целью как раз поработать на сближение По этим активам Золото стоит в боковике Пока ничего интересного Новый фьючерсный контракт начал торговаться Соответственно с большей вероятностью Мы в ближайшее время увидим набор позиций Крупными участниками формирования своей позиции Потому что открытый интерес Очень существенно начал Сразу стартанул, вырос Заинтересованность участников есть В этом инструменте Это также один из самых горячих После евро, наверное, второй И я считаю, что здесь мы пока будем болтаться в боковике До момента, пока данные по инфляции Не укажут на то, что инфляцию все-таки не победили Вот тогда золото и покажет свое Нефть находится выше уровня лимитной поддержки Я считаю, что с большей вероятностью Этот уровень не будет проколот На этой неделе будет заседание ОПЕК И, соответственно, в ходе этого заседания Будут принимать решения по поводу дальнейшей добычи И с большей вероятностью Они будут балансировать таким образом Чтоб цены на нефть оставались достаточно высокими Чтоб США как раз покупали по более высоким ценам В свои стратегические запасы Поэтому лонг-приоритет здесь сохраняется Более спекулятивный вариант Это от уровня 78 Вблизи этого уровня рассматривать покупку Более агрессивный сценарий Это и консервативный Дожидаться момента более глубокой коррекции Все, что ближе к уровню 70 Это как раз более безопасно Поэтому, ну, если вдруг будет 70 Это хороший сигнал для на то, чтобы покупать Но вы должны понимать, что стоп ваш Вблизи отметки 60 Я понимаю, что это огроменный стоп Соотношение риск-прибыль Хорошее получить не удастся Но для этого есть плавненький набор позиций Либо долларовое усреднение своей позиции Либо все-таки, если вы лотами торгуете контрактами То просто добирать одинаковое количество контрактов Таким образом, риск не будет увеличен Если вы заранее свою позицию разбиваете На несколько входов Соотношение риск-прибыль резко улучшается Медь корректируется от своего максимума И на этой неделе будут выходить данные PMI в Китае Они будут нам говорить по поводу бизнес-цикла Деловой активности в Китае Если данные выходят хуже ожиданий То медь, как и нефть С большей вероятностью продавят Свои локальные лимитные поддержки За счет того, что Китай Основной потребитель и меди, и нефти И, соответственно, если в Китае Деловая активность не растет То и спрос на медь и нефть Тоже расти в ближайшее время Скорее всего, не будет Таким образом, это создаст профицит актива на рынке И приведет к тому, что цена скорректируется Но пока я вижу смысл работать от лонга По и нефти, и меди За счет того, что Китай начал стимулировать Свою экономику И это процесс не быстрый Это достаточно долгий процесс Который даст свои основные плоды Чуть позже Но рынки работают на ожиданиях Они это понимают И, соответственно, также будут работать на то Будет ставочка на то, что Китай Будет продолжать развивать свою экономику Газ Много внимания сейчас к газу Да, и мы видим, что позиции у фондов и у хеджеров Чуть скорректировались Давайте посмотрим не индекс Давайте посмотрим агрегированный отчет Мы видим, что существенное изменение в позициях произошло Если до этого у хеджеров позиция была плюс 147 тысяч контрактов То на текущий момент плюс 139 То есть они закрыли около 8 тысяч контрактов И фонды в том числе начали сокращать свою шортовую позицию В тот момент, когда фонды начинают сокращать свою шортовую позицию Это создает дополнительный спрос на актив на рынке Да, по той причине, что закрытие шорта Это либо лимитная поддержка, либо рыночная покупка Таким образом, я считаю, что в ближайшее время по газу появится шикарная возможность взять спекулятивный лонг Это никак не разворот тенденции, но это будет прекрасный спекулятивный лонг Возможно, это с обновления локального минимума Возможно, даже сегодня мы увидим контратаку и поход дальнейший вверх Но для фондов основной причиной закрывать свои шорты будет обновление вот этого уровня, уровня 3.5 Соответственно, если вдруг мы резко увидим поход выше отметки 3.5 Я понимаю, что с одной стороны это движение вроде бы как упущено Но на более старших таймфреймах мы можем увидеть еще более существенное движение вверх Учитывая то, насколько сильно упали Поэтому следим за рыночным спросом Это будет, скорее всего, именно рыночный спрос На более мелких таймфреймах нам нужно дожидаться момента, когда у нас много начинают покупать по рынку И это приводит к тому, что цена растет В данном случае мы видим, что покупают, а цена чуть-чуть снижается Значит, лимитное сопротивление еще есть Но у нас должна быть обратная ситуация Когда покупают и цена все-таки подрастает Тогда для нас есть смысл спекулятивно заскакивать в этот импульс Это, скорее всего, будет вход на пробой Если вы не умеете торговать пробои, то лучше и не стоит этого делать Еще один интересный момент у нас по SOE Это у нас LONG-приоритет LONG-приоритет по SOT-индексу То есть SOT-отчеты свеженькие вышли И мы видим, что после такого движения вверх у нас появляется LONG-приоритет По SOT-индексу Заскакивать прямо сейчас – это глупая затея Но держать у себя в голове, что в случае провальщиков В случае образования пин-бара Либо дивергенции кумулятивных дельт со счетки Есть смысл попытаться работать в LONG-по данному инструменту По направлению текущей тенденции Возможно, даже где-то вот ТА-шники нарисуют такую штуку И вблизи уровня наклонной вот этой поддержки У нас появится хорошая возможность взять LONG Так, фондовый рынок закрепился выше своей наклонной Многие кричат о том, что все, тенденция сломлена Только восходящая тенденция, все будет отлично Действительно, в ближайшее время может появиться хорошая движущая сила Для фондового рынка – это байбеки Многие компании уже объявили о том, что они готовы выделить сотни миллионов На то, чтобы выкупать свои собственные акции с рынка И объем этих байбеков запланированных Он ничуть не меньше, чем в 2022-2021 году Ну ладно, чем в 2021-м чуть меньше Но в целом это существенный объем, который может все-таки двинуть цены Вот, и вот это окно, когда откроются байбеки Если не ошибаюсь, это в конце текущей недели Уже многие из компаний смогут покупать свои собственные акции На открытом рынке Таким образом, это приведет к тому, что спрос повысится При равных текущих значениях Точнее спроса и предложения Добавление нового спроса – это, опять же, дисбаланс на рынке Увеличение спроса при неизменном предложении Приводит к тому, что цена растет Вот, поэтому я считаю, что текущая неделя Она будет закрываться вверх То есть, что с большей вероятностью мы как раз на этой неделе будем достигать уровней объема И максимума за текущий фьючерсный контракт Это вот два ключевых значения для меня на текущем графике Судя по сот-отчетам, там ничего не происходило В основном закрывали свои позиции Только по Наздаку чуть-чуть шарта добрали хеджеры Так, давайте посмотрим сот-индекс Здесь так красиво разошлись эти инструменты И, в принципе, 0.100, да? Да, 0.100, класс И вот как только сойдутся эти показатели Можно будет взять спред между Наздаком и S&P То есть, Наздак будет у нас в шорт, а S&P будет в лонг И это как раз вписывается в то, что технологические компании Больше всего страдали от инфляции, от повышения инфляции Потому что они не смогли, не все компании смогли переложить инфляционное давление на потребителя Соответственно, это привело к убыткам у этих компаний Точнее, недозаработанным Привело к тому, что они недозаработали Спред между золотом и серебром пока не сходится Здесь все, ждем, жду Нефть, мазут, ничего интересного S&P против Рассела Рассматриваю возможность взять шорт по Расселу, лонг по S&P Учитывая то, что на этой неделе будет заседание ФРС И с большей вероятностью они будут утверждать опять же о том, что инфляцию нужно победить Соответственно, жесткие меры будут продолжаться Еще сейчас мусолят тему по поводу госдолга Там разные идеи предлагают по поводу повышения Как повысить этот госдолг Но время еще есть Эти дебаты еще будут длиться Это также будет уносить неопределенность на рынок А неопределенность это давление Потому что кто-то один, да и не купит И это уже не создаст вот этот дефицит на инструмент Австралия с противного зеландца Пока не вижу здесь смысла заходить в любую из сторон Здесь расхождение несущественное И пока на графике кросс-курса там ничего интересного не происходит Есть смысл подождать более крупного расхождения Хотя бы два стандартных отклонения Тогда уже можно будет осматривать Евро против швейцарского франка Сижу, жду, жду, когда в моменте Либо швейцарец поднимется к европейской валюте Либо евро все-таки скорректируется Хотя второй вариант маловероятен Планирую добирать позицию в момент обновления по евро Локального максимума А швейцарец, чтобы не был вблизи своего локального максимума Тогда буду добирать эту позицию Так, здесь пока тоже ничего интересного Судя по общей корреляции на валютном рынке Мы видим, что все валюты растут Хотя американский доллар в последнюю неделю тоже подрастал Это такой небольшой парадокс И сейчас у нас в лидерах как раз австралийский доллар По нему у меня в ближайшее время Я думаю, что все-таки провалят эту лимитную область поддержки И появится шорт-приоритет Поэтому можно будет как раз австралиец продать А швейцарский франк купить Там и расхождение существенное И больше среднего Среднестатистического Это первое И как раз это все вписывается в рамки Моего видения текущей ситуации на рынке Если вдруг британец против японской иены еще разойдутся То возьму Но скорее всего уже нет Сошлись очень быстро Дважды причем Так, и австралийский против новозеландца снова Давайте мы эту вкладочку уже уберем Спасибо за ваше внимание Если вам понравилось Если вы узнали для себя что-то новое Поставьте лайк этому видео До встречи в пятницу Будем подводить итоги торговой недели Напомню, что в пятницу Также будет достаточно волатильный день Потому что будут выходить данные по рынку труда Ожидания там не очень хорошие И таким образом у нас ОПЕК PMI Китай США ВВП в еврозоне Конечно же принятие решений По поводу процентных ставок ФРС Банк Англии И Европейский центральный банк Рынок труда в конце недели Неделька будет очень интересная Всем держать свои риски Под контролем До встречи в пятницу